Ну что, рыбачок, чок-чок. Пока. Ком-ком. Что же за хихир? Все, давай. Давай. Я закрою, да, там закроешь сам. Мне еще мусор бы вынести сегодня. Коробки стоят. Ну что ты крутишь, мы никогда два раза не закрываем. Все, давай. Ну и всем приветики. Как вы поняли, Коля поехал на рыбалку. У него сегодня выходной. Сегодня у нас, посмотрим на календарик, 25 марта. Я уже взвесила. Сегодня ровно три недели, как я худею. И каждой четверг я подвожу итоги. Привет. Подвожу итоги. У меня сегодня за три недели, короче говоря, не буду еженедельно рассказывать, где больше, где меньше. Но сегодня за три недели у меня минус 3 килограмма 300 грамм. Вчера я выпустила гуличи. Кто не видел, обязательно посмотрите это видео. Это было интересно. Как и собиралась, я ставила им открытым лоджию на улицу окошко. Вот. Привет, еще один гуль. Насыпала корма. Привет, еще один гуль. Они теперь втроем летают. Один серый и семейная парочка. Вот она, по-моему, семейная парочка. Один и второй. Все. Разлетелись. Еды нет. Еще не сыпала ничего. Так вот. Оставила окошко открытым. Оставила корм до самых темнушков. Я приходила, уходила, заглядывала, смотрела. Никто не прилетел. Ну, конечно, на ночь я закрыла окошко. Нет смысла оставлять его на ночь. Сейчас буду уходить на работу. Еще раз оставлю уже до вечера окно открытым. Если они не прилетят, значит, они не прилетят. Но мне кажется, он, синички, знаете, играют, летают. Такие забавные. Вот. Ну, если они не прилетят, мне кажется, они уже не прилетят. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, я вчера переживала. Я вчера думала. Думаю, где же они, мои бедные? Где же они заночевали? Нашли ли они ту самую крышу, где им надо жить? Ну, тут везде, везде стаи голубей. Я думаю, они же прибились к ним. Это же инстинкт. Это же природа. Прибились к какой-нибудь стае, может быть, к разным стаям. Вот. И живут себе дружно и мирно. Эти стайки показали им, где надо ночевать. Вот. Где надо спать, где надо жить. И я очень, я просто очень надеюсь, что с моими гулечками все в порядке. Так. Чтобы мне насыпать что-либо там, надо все это дело снимать. Тут у меня чего только нету. Вот. Моя микрозелень растет, подрастает. Это редиска, свекла еще не всходила. Еще рано. Вчера только ее замочила. Ладно, сейчас что-то уберу. Тудым-сюдым, тудым-сюдым. И так каждый день. Но по-другому никак. Вчера вечером поняла, что у меня нет ужина на сегодня. Достала с вечера говядинку. Сейчас ее потушу в соевом соусе. Добавлю чесночка, зеленушки. И это будет сегодня мой ужин. Насыпала уже птичкам, пока никто не прилетел. На завтрак у меня будет кашка. А на обед, на обед у меня будет рис с овощами и с куриными грудками. Каша у меня будет вот такая. На нее была скидка акции. И у меня просто упал на нее глаз в ленте. Готовая полба цельнозерновая. Не готовые полбы, просто крупы. Я не нашла. Я читала, нашла в интернете. Тоже очень полезная, очень полезная крупа. Значит, на диете рекомендуют ее. Здесь сколько? 250 грамм, по-моему, вот эта вот пачка. Одна-две порции. Но я кушаю по 250 грамм. Да, вот, 250 грамм порция. Сейчас попробую, что такое за полба. Ее надо просто разогреть в духовке. Ой, в духовке, в микроволновке. Конечно, вот так вот покупать это дорого. Она стоит, вот эта пачка, в районе 60 рублей по скидке. По акции. Вот. Ну, а если она мне понравится, я найду саму крупу. И буду покупать крупу. По интернету заказывать. И готовить себе вот эту вот полбу. Ольга Александровна увидела название у меня на листочке. Наш бухгалтер полба. Она, ты ешь полбу, да? Я говорю, ну, нет. Я говорю, только пытаюсь. Только узнаю, что за каша. Она говорит, классная каша, хорошая каша, вкусная каша. Ну, короче говоря, она ее похвалила. Ну, вот, посмотрите, как она выглядит, эта полба. Как по мне, это пшеница. Видите, пшеница. Только, видимо, чем-то обработанная. Как-то, каким-то интересным способом. Надо про нее почитать в интернете. Именно не как готовить, а что это за крупа, из чего она состоит. Вот. Ну, на мой взгляд, это пшеничка. Хотя, в составе написано полба, цельнозерновая, масло подсолнечное, рафинированное и соль. Так, а сколько энергетическая ценность? 110 калорий. Ну, это нормально. Мясо у меня готово. Гляньте, какое аппетитное. Полбу я эту поела. Полбу. Сейчас дам кому-то полбу. Вот, ела, 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 ела. Аж устала есть. Каша съедобная. Но мне стало смешно из-за того, что поедая эту кашу, я устала. Я подумала, наверное, я ем кашу и тем самым, раз устаю, теряю калории. Вот такая вот каша. Ешь, устаешь, теряешь калории, худеешь. Вечером шел дождь, за ночь подморозила. И прямо сырокопад какой-то шла аккуратненько, чтобы не упасть. Помнишь, кстати, можно заказывала рыболовные панки? Ага, короче, не перестей, а забыла ему отдать. А ты что? Ну это нормально, да? Вот это мы с тобой смотрели. Ну это, да, это. Ой, Ленечка. Ты смотри другую. С светелкой какой-то. А все только один, только человек? Да, я его заказывала другую, но она была побольше, была золотого цвета. И без вот этой вот. Это муска называется. А такого у него еще нет. Слушай, а вообще вот эти штуки, они одноразовые или нет? Нет, они многоразовые. А, многоразовые. Здравствуйте. А, что делать-то с таницей? Слушайте, а с таницей не было еще. Мы вам можем собрать без станицы, но вас там мало совсем. Там пару позиций. Прикольный, да? Слушай, сейчас. Ну, смешно. Смешно. Какое интересное. Ну, вот сегодня я ехал на рыбалку, приедет с рыбалки. Я ему подарю. А это, глянь, запша такая, да? Мне вообще не нравится. И как это хорошая чайка. То есть, вот, ну, да. Вот даже некоторые его прибамбасы, я бы даже как украшение воспринимаю. Слушай, а это на, такой здоровый, это на кого? Ну, это на большую рыбу, на большую треску. Слушай, ну, вообще-то у нас в Мурманске жабы не водятся. То есть, это где-то на юге ловить, чтобы что-то на жабу было похоже. Что, его у нас на определенную наживку клюет? Ну, да. Вот они, эти приманочки, наживочки, которые я показывала Анютке. Посмотрите, подобную наживку я уже ему заказывала, но она была побольше золотистого цвета и без мушки. Эта мушка называется по рыболовному, если я не ошибаюсь. Вот такая вот прикольная, смешная, чудная наживка. Что только китайцы не придумают. И вот такая вот замечательная жабка. Гляньте, какая красивая. Даже вот как брошечка на летнее платье, она бы была очаровательная. Тоже у нее на хвостике мушка. Вот, так что, коли приедет, будут ему подарочки. Рабочий день закончился. Что тут за пробка у нас на дороге? Мы что, раскорячились? На улице весна. С этим уже не поспоришь. Бегут ручьи. Идет дождик, все тает. И что за безобразие-то? У вас что тут, гололед что ли? Ну, что случилось? Почему не едем? Обычно тут фуры буксуют зимой на подъеме. Но сегодня-то не зима уже. Как-никак. А, вот что тут такое, авария. Авария, авария, дочь мента. Ясно. Ясно. Становные дороги. Ни скользко, ничего. Догнали друг друга. Ну, надо ж такому. Это умудриться еще надо. Вот. Заезжала получить поднос для родителей. Заказала для них. Посмотрите, какой вот такой вот морской тематики. У них такой старенький поднос. Но он у них такой любимый. Он, видимо, еще с какой-то столовой. Я не знаю, они вообще помнят, откуда он у них появился. Ему, наверное, лет 20. Может быть и больше. Может быть и меньше. Я точно не знаю. И я нашла вот такой вот поднос. Выбирала из многих. Но в основном размеры поменьше. А этот и размер хороший. И тематика в папина морская. Так что вот. С обновочкой. Я надеюсь, им понравится. Вышла на лоджию, посмотрела. Огульки не прилетали. Наслаждаются свободой. Но это и хорошо. Поставила массу на запеканочку. Предыдущую Коля забрал на рыбалку. Буду делать пока не надоест. И пускай пока маночка разбухает, я займусь печеночкой. А печеночка будет не завтра на ужин. Что мы имеем? Кусочек печени говяжьей. Чеснок. Сейчас я печень порежу. Чеснок почищу. Рецепт я подглядела. Но он был не такой. Там добавлялся еще майонез. Зачем-то масло растительное. Прям фарш в этот. Потом увидите какой фарш. Вот. Что-то еще такое калорийное. Я же буду добавлять только печень. Чеснок. Манку. Ну посмотрю по консистенции. Может быть добавлю немножко муки. Но это все по ходу. Ну вот сколько получилось чеснока. И сколько получилось печени. Загрузила все в блендер. Думаю за один раз это перекрутится. Ну да. Нормалек. Вот такая вот масса получилась. Оно вылазь. Не очень-то она и жидкая. Я добавила сюда сольки. Перчика черного молотого. Теперь добавлю наверное. Не знаю сколько. Даже без понятия. Ну полторы столовые ложки манки. Да и все. И можно наполнять формочки. У меня есть вот такие вот формочки. Наверное их хватит. А есть еще вот такие вот формочки. Я даже не знаю. Микроволновки это дело приготовится. Ладно. Сегодня попробую в духовке. Запихаю вот в эти формочки. Попробую в духовке. Но их надо наверное смазывать все равно растительным маслом. Так. А что у меня здесь приманки лежат? Что они делают? Непонятно. Ну и все. Сейчас все сделаю. Запихаю в духовку. И посмотрим что получится. Надо формочку помыть. Я ее давно не пользовалась. Какая-то она у меня пыльная. Сегодня кстати у меня дважды все впервые. Впервые я сегодня попробовала кашу. Это по лбу с утра. По лбу. Такое название смешное. По лбу. Ну поняли да? И впервые делаю такое вот блюдо. Я не знаю получится или нет. Надеюсь что получится. Отлично все уместилось по формочкам. Просто замечательно. Печеночные штучки готовы. Приготовление заняло примерно 20 минут. Но пробовать буду уже завтра. На очереди запеканочка. И снова котлетки для Коли. Взвесила ради интереса. Одна такая штучка весит примерно 60 грамм. Котлетки готовы. А я полезла искать один блокнотик. И нашла свой клад. Это прям мой самый настоящий клад. Я не знаю у кого еще такие клады дома есть. У меня такой клад есть. Здесь старые, старые письма. Смотрите, это письма почты СССР. Это письма, которые писали мне. Мой брат, бабушка. Это письма, которые писала я. Потом мне писали подружки с Украины. Я же ездила то туда на Украину. То сюда в Мурманск. Потом я уехала после школы на Украину. Там же осталась. И там же родила Андрюшка. Родила рано. Родила 18. Ну тут же мне буквально скоро исполнилось 19 лет. И что, что хотела сказать. Тут настолько интересные письма. Особенно от бабушки. Даже мои письма, которые я писала брату. Очень интересно читать. Потом еще у меня есть вот такая вот тетрадь. Совершенно секретная. Эта тетрадь была моя и моей подружки. Мы с ней переписывались. Наши секретики. Наши там какие-то тайны. Кое-что, конечно, можно почитать. Давно я не брала ее в руки. И каким-то образом я смогла ее оставить у себя. Какими-то правдами или неправдами. Потому что я чувствовала, что она хочет оставить ее себе. И я тоже хотела ее оставить себе по окончанию школы. Но эта тетрадь осталась у меня. И я очень-очень этому рада. Так вот, я достала письмо. Начала читать. И потом подумала, а почему бы нам не почитать эти письма вместе. Ну, конечно, не будем сегодня читать все письма. Вот как будет у меня настроение. Сяду там вечерочком. Достану наугад какое-нибудь письмо и почитаем. Это вот письмо, значит, когда было написано. Это я писала Мише, брату своему. Я на тот момент была на Украине. У меня уже был маленький Андрюшка. И, значит, это 93-й год. Миша учился в начальных классах. Ну, я, понятно, уже школу закончила. Значит так, привет, братишка Мисика. Мисика, он еще маленький, назывался Мисика. Поэтому я так и писала. Получили от тебя письмо. Очень были рады. Пишу тебе на листочке из Андрюшкиной тетрадки, в которую он рисует. Так что есть здесь и его роспись. Большое спасибо тебе, от Саши, за сигареты. У нас космос по 70 рублей, а ватра по 40. Так что он курит то, что дешевле. А космос по праздникам. Потом с сигаретами вообще были проблемы. Я помню, их не было в продаже. Мама с папой присылали. Миша, видимо, участвовал в этом. Миша был маленький бизнесмен. Ты писал, что вложишь письмо 10 рублей. Их мы не получили. Или ты забыл вложить, или вытащили на почте. 100% вытащили, конечно. Как твои бизнесменские дела? Дела. Может тебе что-нибудь выслать для продажи. Только не знаю что. Он что делал? Он покупал, допустим, жвачки, эти турбы. По 5 рублей. Продавал по 8. Покупал там чупа-чупсы или киндеры. Все только начинало появляться. В одном месте по одной цене. В другом месте по другой. На Украине. В отпуске. Он приезжал, также где-то находил там за какую-то цену те же сладости. Покупал и стоял на рынке вместе с бабульками, которые продавали овощи, цветы, всякое прочее. Ну там вкусняшки разные были. И продавал вот эти вот сладости. Он сам себе зарабатывал деньги уже в начальных классах. Я не помню. Это был четвертый, пятый класс. Ну где-то вот так вот. Значит что? Читаем дальше. Те шоколадки, что ты брал по 28-30 рублей, а продавал по 35, у нас сейчас 40-50 рублей. У меня есть баночка зеленоватая от пива. Тебе ее выслать? Сейчас полный помойки этих банок. Мишка собирал их. Еще у меня есть один карандаш для тонких стержней, как я тебе высылала. Если хочешь, я тоже вышлю. Мишук, нет ли у вас в продаже стержней для ручек? Вы представляете, какой был дефицит? А то у меня ручек полно, а стержней нет ни одного. Сегодня все перерыло, пока пишущую ручку дошла. Вот видите, какие проблемы были. Сейчас бы такие проблемы. Если у вас продаются, купи мне пять штук. Потом сочтемся. Ты собираешь все вкладыши. В прошлом письме папе с мамой я высылала вкладыши. Ты их получил? Это вкладыши из подживательных резинок. Мишка собирал, прям целые стопки были. На этом пока. Пиши нам привет от Андюськи. Он тебя не забыл. И от Васи. Васи это кот наш. Целуем. Лена, Саша, Андрюша. Высылай два письма в одном конверте. Последний. Так, ну это я не поняла сама, что написала. А, вот Андюськи на каракуле. Видимо, Андюська был еще совсем маленький. Так что вот такое письмо. Очень приятно почитать. От бабушки прямо целые рассказы. Она была ученица русского языка литературы. Вот, очень грамотная речь. Очень интересно рассказывала все. Вот и Наташа тоже очень интересно рассказывает. Слушаешь, прям можно заслушаться. И бабушка была такая же. Постоянно меня учила, как правильно говорить. Как правильно я уже когда-то давно рассказывала. То есть она меня исправляла. А я специально, чтобы ее подразнить, она табуретка, я туборетка, стул, стулка. Ну это те слова, которые у меня прям на слуху я хорошо запомнила. И, ну короче говоря, я специально коверкала слова. У меня это осталось с детства. Я до сих пор часто специально коверкаю слова. Специально. Ну иногда, конечно, не специально. Но очень часто я это делаю прям специально. Ну сто раз сказала это слово. Все, Лена, хватит. Поняли вы меня. Вот. Так что вот такое вот письмо. И как-нибудь почитаем еще и от бабушки. Может быть заглянем в эту тетрадку совершенно секретно. Я думаю, вам тоже будет интересно. Время прошло. Здесь у меня, кстати, еще есть и от подписчиков. Когда я только открыла канал Елены Зверятов, вот первые письма, первые картинки, рисунки. Я все это сохранила. Их тут немного, но как память о открытии моего первого канала Елены Зверята, все это у меня имеется. Я думала, в этом до упора. Уже на улице темно. Никто не звонит. Так я тебе когда на рыбалку звоню. Я никогда тебе на рыбалку не звоню. Ну что, что-нибудь поймал? Угадай. Скажи, что нет. Нет, конечно. Ничего не поймал? Два рыба за везде. И что за рыба? Корюшка? Угадай. Курит? А какая? Налим? Нет. Ну почему не угадываешь так все? Ну а что еще можно поймать? Ну не миг. Окунь. А, окунь, сик. Окунь, два штуки. И все? Нажимануку. Ай. Так, ладно, что ты, мыться, кушать? Мыться пойдем. Ну давай. Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака. А дальше я не скажу. Ну что же, уже вечер. Куля уснул, покушал, просто вырубился. На рыбалке устает. Тем более свежий воздух. Спать хочется. И спится сладко. Я тоже сейчас пойду умываться и пойду укладываться. А вам скажу всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео.